В эфире наша историческая программа 13.06 на часах. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Две недели назад у нас был здесь в студии очень интересный разговор с кировским художником-анималистом, известным во всем мире Сергеем Ивановым. И мы договорились, что Сергей Анатольевич будет спустя две недели. И вот он снова в нашей студии. Сергей Анатольевич, добрый день. Добрый день. Только не художник, а фотограф. Фотограф, господи. Фотограф-анималист, да. Мы как раз-таки прошлую программу, нашу прошлую беседу посвятили развитию фотоанималистики в нашем городе. Вы рассказывали о том, как приехали, как поступили учиться, об увлекательной экспедиции на Командорские острова тоже рассказали. Вот мы решили сегодня продолжить беседу. Я напоминаю, фотоанималистика — это съемка животных и птиц в естественной среде обитания. Можно так кратко. Только птицы — это тоже животные. Птицы тоже животные. Ну, вы профессионал охотовед, конечно, да. И мы решили продолжить сегодня. Не успел в прошлый раз спросить, задать этот вопрос. С этого вопроса хочу начать. Безусловно, в нашей стране очень много красивых мест, где снимают животных. А наш регион, он примечателен в этом плане или все-таки нет? Как-то белое пятно на карте страны. Кировская область. Ну, я не сказал бы, что Кировская область — пятно белое на карте страны. Вообще Россия, я вот сейчас так предполагаю, но это подтверждается за последние годы конкурсами, проходящими у нас в России анималистическими и природной направленности, что вообще Россия очень перспективна для развития фотоанималистики вообще в мире. Потому что если рассматривать в таком масштабе глобальном, то практически все интересные места на Земле уже, можно сказать, отсняты. То есть мы прекрасно знаем... Все континенты, да? Ну, на всех континентах практически. То есть мы знаем, что если вы хотите снять пингвинов, то это надо ехать там на Южную Георгию, к примеру. Если хотите там горилл снимать, значит, едем там в Руанду, в Конго, к примеру. Ну, то есть места обозначены уже. И они уже серьезно обтоптаны. Но в силу... И профессионалы об этом знают. Конечно. И дело в том, что если мы возьмем альбомы выдающихся мэтров анималистической фотографии с мировыми именами зарубежных, я имею в виду сборные альбомы, то мы их начинаем листать, и мы видим практически одну и ту же географию. За исключением России. Почему? Потому что Россия долгое время была, ну, мягко выражаясь, закрытой стороной. Ну, в силу тех или иных причин, политических в основном, во многие уголки нашей Родины, не то что иностранцам, и гражданам страны было невозможно попасть. Я помню, во время моего первого прилета на Камчатку, значит, это был 85-й год, меня арестовали пограничники прямо в самолете. И вывели оттуда под конвоем. Под предлогом ареста. Ну, не под предлогом, оказалось, что именно такой же Сергей Иванов, значит, прапорщик, убежал из части на Камчатке. Вот. А там был пограничный режим в то время. То есть, просто так туда без особого допуска, без, значит, разрешения на Камчатку было невозможно попасть. Сейчас, конечно, все меняется. И иностранцы уже могут забираться в разные края, ну, в том числе и на Камчатку, но... А когда, да, простите, а когда железный занавес-то пал, что прям поток сюда хлынул? Нет. Нет, 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 нет. Он и сейчас не хлынул. Почему не хлынул? Потому что дело обстоит так. То есть, если приезжаешь, допустим, в Танзанию, в Кению, ну, или же в любую другую страну, где развитую, хотя бы Финляндию даже возьмем, там все развито. Там для фотографов, анималистов, пожалуйста, устроено благоустроенное жилье. В тех местах, где, значит, они могут снимать, там все подготовлено, там стоят стационарные скротки или даже передвижные скротки, но достаточно с комфортными условиями, вплоть до биотуалетов там в скротке. Люди знают, что все будет гарантировано практически не в том плане, что вот на это место именно сядет там глухарь или же выйдет там медведь. Но, во всяком случае, вероятность съемки значительно выше. Но у нас же в России, вы сами понимаете, что даже обладая нашей советской, постсоветской закалкой и зная наши дороги, зная наши условия, зная наше все, практически очень трудно даже при большом его желании иностранного фотографа-анималиста заманить сюда очень сложно. Он бы и хотел, но когда он начинает понимать, что придется идти там по хлябе, там много километров пешком, ночевать под сосной, и еще куча таких условий, и результат может быть не то, что нулевым, а то и порой и минусовым. Но это я имею в виду там потеря здоровья, потеря оборудования, еще чего-нибудь. Убытки, в общем. Поэтому, конечно, на данном этапе жизни нашей привлекательными пока являются такие места, где инфраструктура именно для любителей съемки природы и для таких направлений, как бедвочерство, то есть это наблюдение за птицами, за такими направлениями. Ну, вообще просто натуралисты, люди, которые хотят видеть природу в диком ее состоянии. То это вот можно сказать, что это пока на сегодняшний день форпост такой мощный, это на Камчатке, в Кранотском заповеднике, в частности, вижу на Камчатском заказнике. Где вы, собственно, и работали. Где я и работал, да, достаточно длительное время. Появляются очаги интересные, значит, в различных областях. Например, ну вот заповедник Калужские засеки, заповедник Брянский лес. В принципе, заповедников у нас в стране очень много. До последнего времени политика была на заповедных территориях, на особо охраняемых территориях такая. Ни-ни, не ступи, ни шагни, туда нельзя, сюда нельзя. Абсолютный запрет никого. Абсолютный запрет вообще в посещении все это. И для кого эти заповедники? Ну, понятно, что для сохранения. Но ведь дело-то в том, что ведь, по большому счету, должно все делаться для людей. Если мы сохраняем, то мы должны это и видеть. И, в общем-то, в последнее время есть некое направление в сторону людей. Создаются национальные парки в заповедниках. Создаются возможности принимать людей, желающих что-то увидеть. И рассказать другим, и показать. Ну, это же, естественно, что неплохая финансовая поддержка для тех же заповедников и особо охраняемых территорий. Понятно, что огульно всех запускать скопом нельзя. Все вытопчут и выдерут все с корнем. Вот. Ну, тут уж наша ментальность. Но при каком-то соблюдении элементарных правил, при сопровождении, значит, сотрудников, значит, особо охраняемых территорий, это все возможно делать. И я считаю, что, глядячи на финский опыт, на финский опыт, который в Финляндии, в общем-то, особенно от нас ничем не отличается, то у Кировской области, то есть есть прекрасные перспективы, у нас прекрасные леса, возможностей очень много, но надо развивать. А расскажите вот этот конкретный пример, который вы за эфиром в прошлый раз про Финляндию упоминали, когда было организовано. Человек просто-напросто кормовую базу создал, и звери туда пошли. Дело в том, что у нас все это возможно. У нас, в принципе, в области такие очишки есть, но они подкормочные, но они в большей мере существуют для чаяний и нужд охотников. А в силу того, что как бы желающих просто посмотреть, увидеть не так много, и фотографов не так много, то понятно, что это ничего не делается. Что касаемо Финляндии. Есть такой финский фотограф, энтузиаст, зовут его Ласси Раутиайнин. Вы с ним знакомы? Да. Ласси в свое время, значит, очень много фотографировал, ну мы примерно по возрасту одинаковые, он много фотографировал, но ему хотелось большего. Большего. И он взял в аренду какое-то хозяйство, причем на границе с Карелией, там буквально, ну расстояние до нашей Карелии где-то километров пять. Он арендовал это хозяйство и договорился, значит, с какими-то там мясоперерабатывающими и мясооткормочными, ну типа вот наших Дороничьих предприятиями, на то, чтобы ему, ну естественно не бесплатно, поставлялись какие-то отходы, значит. Мясные. Мясные. Там головы какие-то, внутренности, еще что-то, началось с этого. И он начал это все раскладывать, пока первоначально для собственных целей, чтобы приманивать животных и их снимать. Это длилось, может быть, не один год, но животные потянулись, причем... Причем из России тоже потянулись. Из-за границы они потянулись, из России наши голодные волки, медведи, росомахи прибежали быстренько на халяву поесть. И, в общем-то, вы понимаете, это год из года выработалось до того, что животные, зная, что там есть подкормка, они уже туда, вот медведи, как только из берлоги вылезают, они сразу туда, там накормят. Потому что для медведей самая тяжелая пора для медведя, это, конечно, когда они выходят из берлоги, отыщавшиеся за зиму, есть еще нечего, еще снег лежит, к примеру, или вообще просто добыть очень сложно чего-то, а тут вот, пожалуйста, кормят. И в силу того, что это стало развиваться, он подумал, а почему бы и нет, и не поставить это на промышленную основу. И таким образом он организовал, значит, это хозяйство, в большем масштабе стал раскидывать рекламу. И сейчас, вы знаете, у него практически все, весь сезон, начиная вот с ранней весны и до осени, все практически забито. Принимают фотографов и тех, кто желает посмотреть со всего мира. День приема стоит там 200 евро. Различные дополнительные услуги предлагаются. Естественно, домики появились для проживания, инфраструктура, общепит и так далее. Все там есть. Конечно, все это за дополнительные деньги. Глядя на него, организовалась Финляндия, а Финляндия ведь все-таки небольшая страна, организовалось еще несколько хозяйств подобного рода. На базе форелевых хозяйств рыборазводных тоже организовали, потому что существует такой очень интересный вид птицы, как скопа, которая питается рыбой. И вот на прудах финны тоже организовали на рыборазводных возможность снимать, сделали укрытия постоянные. У них даже происходит типа аукциона такого на аренду вот этих мест на определенный период. То есть места на весь сезон раскупаются буквально в течение нескольких часов. Это онлайн, видимо, да? Да, в режиме онлайн. То есть открывается там, по-моему, не помню, в начале октября у них открывается онлайн-регистрация. И там только успевай, только успевай, чтобы зарегистрироваться. И в Финляндии вообще эта тема стала развиваться, развиваться. Вот у меня очень хороший приятель, фотограф-анималист из Питера, Игорь Шилохвост, он ездит снимать исключительно в Финляндию. Потому что там есть возможность. Он в основном специализируется на ночных и дневных хищных птицах. Там все сделано для того, чтобы их снимать. И поэтому я думаю, что вот в Кировской области это было бы вполне возможно. То есть опыт можно тиражировать прям в нашем регионе. Легко. Дело в том, что это, если смотреть дальше, у меня очень много знакомых по всему свету. Вот у меня есть знакомая женщина, Лиза зовут Эткинт. Она живет в Америке. Они ездят снимать, также птицы они ездят снимать в Техас. Где организовано точно так же несколько ранчо. Сделаны водопои для птиц. Сделаны подкормки. Ну, это вообще по всему свету. И в Венгрии есть. И, ну, если перечислять, так уже очень-очень много стран на это переходит. То есть, а Россия это вообще, как говорится, нетронутая такая нива. Непаханная и несеянная. Где еще это все можно открывать. Потому что у нас вполне большое количество таких птиц, которых в Европе уже практически нет. Они стали реликтовыми. Ну, например... То есть, естественные исчезновения, в том числе под воздействием человеческого материала. Конечно. Ну, в первую очередь, их пригубило то, что это был пресс-охотничий поначалу. Когда повыбивали, а потом, когда повыбивали, схватились за голову, а уже, в общем-то, и практически место для разведения осталось. Ну, вот разводят, конечно, в той же Германии я там бывал, в различных хозяйствах. Кабан, заяц, значит, благородный олень, косуля, фазан. Вот эти объекты дичи разведения, они там присутствуют, но в основном для охотников. А вот такую тему, как вот Финляндия или Венгрия делает, чтобы именно можно было снимать каких-то животных не вот именно охотничьего направления, практически нет. И я думаю, что для нас бы это была интересная тема для Кирова. Я это пытаюсь, конечно, пытался со знакомыми охотоведами все разговаривать, но, видите, дело в том, что здесь нужны некоторые инвестиции и в обязательном порядке, естественно, охрана. Потому что у нас, как часто бывает, ведь вы посмотрите, если мы возьмем вот уже всем известный заповедник Земля Леопарда, который буквально за небольшое количество лет, буквально за считанное количество лет, по-моему, лет за 8-9, они подняли численность Леопарда только охраной, более чем в два раза численность Леопарда выросла. То есть это был вид, который находился на грани уничтожения. Точно так же и у нас в Кировской области. У нас есть та же самая скопа. У нас наблюдается, значит, Орлан Белохвост. В Нургушском заповеднике. Да, да, да. И если бы была возможность, конечно, понятно, что там экскурсии проводить, может быть, гнездом и нецелесообразно, потому что это, в общем-то, претит всем канонам. Но иметь возможность для того, чтобы за те же деньги, которые шли бы в развитие этого же заповедника, позволять, допустим, каким-то организованным фотографам, киногруппам, видеогруппам, каким-то возможность снимать, я думаю, что это... Потому что даже в нашей отечественной истории, если посмотреть, с помощью фотографов-анималистов, в общем-то, заповедники многие поднимались очень серьезно. Ну, я уж не говорю, опять же, про тот же Кранотский заповедник. Но если вот взять Брянский лес, который, в принципе, заповедник организовал, фотограф-анималист, подвижник анималистической фотографии Игорь Шпилинок, мой вот хороший друг. Он организовал этот заповедник, и он сейчас развивается, и там уже и зубры, и там уже и... Да-да-да-да. В общем-то, там очень все хорошо. И все идет вперед. И я думаю, что у нас-то тоже, если бы немножко подвинуть это было дело, помочь, то можно было бы тоже идти вперед. То есть, уважаемые слушатели, вы понимаете, да, о чем говорит Сергей Анатольевич? Какой путь он предлагает, да, развитие? Мы очень давно и очень долго говорим о том, что давайте развивать внутренний туризм, давайте привлекать гостей из соседних регионов, из других стран. Вот, знаете, есть у нас богатая природа, богатый животный мир в регионе. Вот, фотографы-анималисты, это те люди, которые могут рассказать и показать об этом всему миру. Да, с учетом того, что существует уже несколько лет фестиваль «Первозданная Россия», который именно берет для показа какие-то проекты, а он происходит в Центральном доме художника на Крымском валу, это очень значимое событие, которое поддерживается и Министерством природных ресурсов, это и поддерживается и Министерством культуры, и Матвиенко там, значит, присутствует, как, значит, Совет Федерации. То есть этот фестиваль очень-очень-очень так поднялся за последние годы, очень серьезный фестиваль, и на этом фестивале представляются различные проекты, в том числе вот как раз проекты по различным заповедникам. Вот наш Нургуш никто не знает, а ведь его можно и нужно показать. Только показать не так, что вот он есть, надо показать именно, чтобы это было как-то хотя бы... Вот он есть, но близко не подходите, да? ...какой-то мере зрелища, чтобы было, то есть это был какой-то проект, который он был бы освещен. Ну вот я уже, мы говорили, был такой фотограф, к сожалению, рано ушел, Адриан Колотилин, который вообще, то есть болотная территория, это Полистовский заповедник в Новгородской области, не в Нижегородской, а в Новгородской, в Великий Новгород, там река Полист, и там громадные подтопленные такие территории болотистые, то есть именно болотный заповедник. И он благодаря этому фестивалю смог, значит, приподнять интерес, про него знают, туда ездят. И дело в том, что если знают, это значит, есть интерес, а так как наши все заповедники в основном же на каких-то, мягко выражаясь, дотациях государственных, то есть если про заповедник никто не знает, то им и денег не дают, а если он где-то на слуху, если про него что-то говорят, если про него что-то видно, то, конечно, и туда же финансирование какое-то уже открывается, увеличивается. Да, мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу, после которой с Сергеем Ивановым поговорим о вашей экспедиции на самый-самый Северный полюс, да? Нет, не на Северный полюс. В прошлый раз была очень интересная история про Командорские острова. Очень интересно, давайте сделаем паузу. Продолжаем наше общение с фотографом-анималистом Сергеем Ивановым. Я напоминаю, что видеозапись, аудиозапись будет позже на нашем сайте хкирова.ру, так что, если будет интересно, можете переслушать или впервые послушать, если вам подскажут, что вот была такая передача. Итак, мы отправляемся в Арктику. Какой год это был? Ну, в Арктике я бывал неоднократно. Впервые, я имею в виду, да. Впервые вообще попал совершенно случайно, ну, так скажем, здесь от нас вроде бы как бы и недалеко, на Северной территории. Меня пригласили на рыбалку. Но вы же не могли с собой фотоаппаратуру не захватить? Конечно. Потому что, еще учитывая, что я не рыбак, то я именно с аппаратурой поехал. Мне сказали, мы едем на Север, Коми, ловить рыбу. Форель наверняка. Вот, Харюсов. Харюсов, простите. Вот, если хочешь, поехали. Поехали. А чего бы и нет. И я поехал, ну, я даже не предполагал, куда мы заберемся. Мы доехали до Сыктывкара. С Сыктывкара мы потом на поезде ехали до Инты. В Инте мы перегрузились на ГАЗ-66. Полдня ехали в Тундру. А в Тундре нас ждал, значит, ГТС-тягач гусеничный. И на этом тягаче мы двое суток, двое суток на броне, потому что весь кузов у него был заставлен бочками с бензином. Он был бензиновый. И мы еще двое суток пилили через Урал, перевалили на ту сторону. То есть мы попали в район, так скажем, приполярного Урала. И вот пока мы ехали, мы же встречались там с оленеводами. Вы точно на рыбалку ехали? С оленеводами мы встречались. Ну, это было такое путешествие, где я познакомился с севером, с нашим. Ну, в общем-то, как бы дальше командор никуда до этого не ездил. А время года какое было это? Это было август, но было очень холодно. А год-то все-таки какой? Год это был 2001. И вот я попал туда, и у меня что-то внутри засвербило. Но, как мы уже говорили ранее, в нашей стране, чтобы куда-то попасть, это очень сложно. Это очень сложно. Бывает, порой до Питера или до Москвы добраться непросто. То самолет отменят, то еще что-то. А, мне, простите, недавно шутку прочитал, мне очень понравилось. Только в России разница между 21 веком и, предположим, 18-м, не 4 века, а 600 километров. Да-да-да. Да-да-да. Вот именно. А если мы пойдем куда-то на север, дальше, то там уже разница вообще. Вот. И у меня где-то что-то ёкнуло, запало, и, в общем-то, идея, конечно, побывать на северах, она всегда была, всегда теплилась. Но когда представишь, как туда добираться, на чем самолеты не летают, поезда не ходят, как добираться, неизвестно. И поэтому все это затихло до той поры, пока... Пока вы не купили вертолет. Нет. Пока я не победил на конкурсе, который проводил журнал National Geographic России совместно с Русским Географическим Обществом, значит, я получил специальный приз экспедиции на ледоколе капитан Драницын на землю Франца Иосифа. Я, конечно, в силу своих географических знаний представлял, где находится земля Франца Иосифа, но чтобы это так было далеко, я, в общем-то, плохо представлял. И вот тогда я впервые побывал именно на нашей российской территории, которая странным образом еще чуть ли не к Архангельской области относится. Путешествие наше длилось порядка 12 дней. На ледоколе было два вертолета и несколько лодок больших зодиаков. То есть, если не было возможности каким-то... А земля Франца Иосифа — это большой архипелаг, состоящий из большого количества различных островов. От мала до велика. И вот там-то мы попали именно лет, так скажем, на 80 назад. То есть, самый северный остров — остров Рудольфа, куда мы высадили, нас высаживали туда вертолетами. Вот там такое ощущение, что там была метеостанция наша, значит, там были постройки, там когда-то это было. Ну, такое ощущение, что вот людей сняли, даже не дав им одеться. То есть, вот все брошено, стоят бульдозеры, трактора брошенные, значит, станки там в мастерских какие-то. Все вот брошено, все гниет, все ржавеет. Это просто вот такой вид. — Да, что-то примерно такое. И в то же время совершенно дикая, дикая, нетронутая природа — это вот есть такое пятно загрязнения, которое вот мы же создали. И тут же, значит, в общем-то, интереснейшие птицы, значит, белые медведи, моржи. То есть, вот это все удалось поснимать. И когда мне после уже, через пару лет после этой поездки мне предложили, а не хочешь ли ты съездить с нами на Шпицберген, я подумал, а почему бы и нет? Потому что Арктика уже ростки свои дала в душе, и на Шпицберген тоже была очень интересная поездка. Это был 2014 год. — Совсем недавно. — Ну, вы знаете, там обстановка поприличнее, так скажем. Все-таки до Шпицбергена добираться совершенно непроблематично. То есть, мы летели, значит, из Финляндии, из Хельсинки мы летели до Осло. Из Осло прямым рейсом прямо до Шпицбергена. Мы приземлились в столице. Столица там, в принципе, можно сказать, почти единственный населенный пункт, кроме наших еще там с постсоветских времен угольных городков. Мы же там уголь добывали на Шпицбергене. И там даже есть как бы наша территория до сих пор. Причем мы прилетели в Лонг-Ер-Байер. Байер? Байер? Язык словарь. Байер. Вот, столицу Шпицбергена. Там нас ждал голландский парусник. Ох, как романтично. Да, парусник. Правда, с дизилем. Но парусник назывался он Нортернлихт. Вот. Северное сияние. Северное сияние, да. И вот мы на этом паруснике 10 дней ходили, значит, вдоль побережья. Ну, конечно, не всего Шпицбергена, потому что Шпицберген очень большой. И наверху там все сковано льдами. Ну, мы ходили там, в общем-то, и по островам по различным. Там посмотрели, правда, не высаживаясь на нашу вот эту колонию, значит, под названием Пирамида, где у нас там уголь добывали. Там, в общем-то, можно сказать, небольшой городок целый такой с многоэтажными домами. Там все это стоит. Даже какие-то, видно, следы деятельности. И много снимали. То есть мы видели, опять же, моржей, опять же, белых деревьев. Не сходя с морозника? Почему нет? А, сходили? Нет, ну, то есть у нас постоянно были высадки, значит, постоянно высаживались, очень много ходили пешком, бывали на птичьих базарах, значит, снимали диких северных оленей, песцов, моржей, как я уже упоминал, значит, казарок. То есть там птичья такая льдорадо, там как раз это лето было, начало лета. Ну, правда, снега там лежала, конечно, летом. В общем, для птиц лето. Ну, для птиц лето. Вот, они уже там гнездились. Вот, песцы у гнездящихся птиц таскали яйца. И это все сняли? Ну, что удавалось, старался снимать. Вот, конечно, несколько зарегулировано было, несколько зарегулировано. Но все равно, в общем-то, впечатления остались самые, что ни на есть. Конечно, хотелось бы побывать, может быть, и еще в российской Арктике. У нас ведь Ямал, Теймэр, значит, многие еще острова, но это пока все достаточно проблематично. Но север, он имеет свое, в общем-то, такое мощнейшее очарование, которое, ну, конечно, суровое. И этой суровости арктической у нас в России-то хватает от Чукотки, даже от острова Врангеля и до, значит, до Кольского полуострова. Это же все Арктика. Ну, у нас ведь большая часть территории страны вечная мерзлота. Да? Да, Витя? Да. Ну, я не знаю, большая часть, но, во всяком случае, то есть, арктическая территория у нас очень громадная. Абсолютно неосвоенная, и, то есть, для тех же фотографов, как я, конечно, если было больше возможностей бы туда попадать, было бы, конечно, очень интересно. Какое самое опасное животное на севере? Ну, самое опасное животное на севере... Вишка, конечно. Конечно, потому что вот когда мы не могли порой высаживаться на земле Франца Иосифа только по одной причине, что, значит, перед тем, как организовали высадку, туда отправляли на лодки трех-четырех человек, значит, с карабинами людей. И они осматривали, если, конечно, отмечали там, что медведь есть, то, в общем-то, высадку не разрешали на этот остров, потому что, конечно, белый медведь, с учетом того, что это лето, он голодный чаще всего... В общем, человека он в это время года и в этом месте воспринимает вполне себе как пищу. Ну, так это ж хищник. Белый медведь очень серьезное животное. К сожалению, его численность падает. И в связи с глобальным потеплением еще это будет, наверное, усиливаться и продолжаться. Но это интереснейший вид. Мне довелось медведя белого снимать еще в одном интересном арктическом месте. Это на берегу Гудзонова залива, на севере Канады. Это была очень интересная поездка, потому что это был вот там север, север, север. Севернее, чем у нас. Ну, дело не в том, что севернее, чем у нас. Но дело в том, что если Шпицберген и земля Франца Иосифа, это мы жили на корабле и высаживались только. А тут мы жили прямо практически на самом берегу Гудзонова залива. Канадцы молодцы в этом отношении. Они организовали такой у них лагерь, состоящий из нескольких вагонов. Только вагонов не железнодорожных. Это типа автопоезда. Значит, один вагон-склад, один вагон, значит, пищеблок плюс ресторан. Может быть, громко сказано ресторан, но... Ну, в общем, место, где питаются. Но кормили, как в хорошем ресторане. И два, значит, вагона, где жили вот группы фотографов. Именно это была чисто фотографическая поездка. Именно фотографов-анималистов. Ну, может быть, там 2-3-4 человека были вот наблюдатели. Но чаще всего это были супруги фотографов. А, то есть семейные пары прям, да, приезжали? У нас минута остается. Да, сидишь на ужине в этом вагоне, смотришь в окно. Рядом в свете из окна лежат белые медведи. Конечно, там вот мне удалось очень серьезно поснимать. И снимок, вот портрет белого медведя, который называется у меня «Полярник», в общем-то, был вот за главным снимком на Сочинской Олимпиаде. Вот этот снимок. Вот так вот. Посмотреть все это можно в интернете. Да. Да, размещено на ваших страницах, в соцсетях, в Инстаграме. Да, Facebook, Инстаграм, ВКонтакте. Все можно у меня увидеть. Сергей Иванов, фотограф-анималист. Вот такие люди живут в нашем городе. И такие люди делают такую интересную, полезную работу. Творческих вам успехов хочется пожелать сюда. Сергей Анатольевич отправляется вот-вот, я знаю, в Тужинский район, в творческую экспедицию. Да, да, да. Снимать глухарей. Тетеревов. А, Тетеревов, да. Они уже такуют. Да, да, да. Они уже ждут. Но я анонсирую детскую нашу познавательную программу «Открывашка», в которой мы, надеюсь, встретимся уже по возвращению вашему из этой поездки. И мы будем говорить про Африку, где вы тоже были и тоже работали. Да. Вот так вот. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Сделано в ветке. Редактор субтитров А.Семкин